Ребята, всем привет! И сегодня я расскажу, чем может вас разочаровать страна Испания после переезда в нее. Итак, с чем вы можете столкнуться, когда переедете в Испанию? Естественно, вы смотрите очень много блогеров. Блогеры бывают разные, да, и спасибо, что смотрите нас. Если вы не подписались, мы будем очень вам признательны. Вы смотрите этих блогеров и дальше вы считаете, что через 2-3 года вы получите документы или через 5 лет вы получите постоянную карточку резидента и так далее, если едете по новоукративе или студенческой визе и так далее. Но в тот момент, когда вам нужно подавать документы, когда вам нужно просто здесь жить, происходят те моменты, к которым вы не готовы. Кончаются деньги, что вы должны делать? Вы должны либо больше работать, либо где-то их взять в долг и так далее. Это, опять же, нормальная ситуация. И это, естественно, разочаровывает в Испании, потому что вы приехали в Испанию жить, где все красиво, где люди получают 2,5 тысячи евро в месяц, да, и вы планируете как-то свою жизнь. Но по итогу этого нет. А почему этого нет? Потому что вы не знаете, как здесь жизнь проходила ранее, как она проходит сейчас. Вы не знаете, что вас будет ждать и так далее. Поэтому, на мой взгляд, самое важное, вам нужно понять, чтобы вы в голове не держали никаких мыслей по поводу того, что здесь вас будет ожидать. Да, то есть, чтобы вы приезжали как бы с открытой душой к тому, что здесь вас ждет. То, что вы можете получать 600 евро в месяц. То, что вы можете арендовать квартиру за 1000 евро. Потому что многие почему-то верят, что квартиру можно снять за 600 евро. Поэтому такая ситуация, естественно, ведет за собой некоторое падение ваших ожиданий. Ребята, идет дождь, поэтому... Ну, такой маленький, по-моему. Такой валенсийский. Что я вам хочу, ребят, рассказать еще. То, что в Испании, да, что может вас разочаровать? Как безумная бюрократия. Мы обратились к испанскому адвокату, потому что про русских там тоже ничего хорошего не говорили. Хотя есть, я как понимаю, что нормальные, да, но просто люди иногда заняты, и мы решили обратиться к испанскому адвокату. Вот, по... Опять же, нам его посоветовали. И ситуация какая, что мы должны делать документы определенные. Он нам говорит, вот, документ бизнес-план для открытия аутонома вам не нужен. Мы такие, ну, в законе написано, что он нужен, и что, как бы, необходимо его, как бы, предоставить. А также предоставить информацию от ассоциации. Разные там, пять ассоциаций есть. Ассоциации предоставить документ, что они одобряют вашу деятельность. Проходит время, и мы спрашиваем, как дела, и тут нам адвокат говорит, ой, а вам нужно предоставить вот эту вот деятельность. Ассоциация подтверждает, что ваша деятельность будет, как бы, нормальной, и предоставить вот этот бизнес-план. Ну, мы, там, пишем этот бизнес-план, как бы, все происходит. И вот таких моментов, на самом деле, много. И люди иногда очень часто переживают по тому или иному поводу, что что-то идет не так, или кто-то не отвечает, и так далее. Поэтому мой вам совет, как бы, не нервничайте, не переживайте, да. Если что-то не получается, значит, так надо. Жизнь так устроена. У меня много моментов бывает в жизни, даже сегодня были интересные моменты, от которых начинаешь немножко внутри, естественно, паниковать. Но потом надо просто подышать. Главное, у нас есть подруга Таня. Таня, если ты нас смотришь, привет. И Став, тебе тоже привет. Нет, она говорит, главное дышать. Так вот, я считаю, что главное именно дышать. Чем дальше вас может разочаровать Испания еще? Это стандартно языковой барьер. Я на себе это чувствую практически каждый день. Допустим, хотел оформить интернет в одном месте, но там говорят только на испанском, и мне приходится просить кого-то, да, переговорить. Потому что, когда разговариваешь по телефону с теми людьми, которые очень часто разговаривают в колл-центре, они говорят супер-мега-быстрый, супер-мега-непонятный. Хотя вроде их задачи и продать тебе, но тяжело их понять. Поэтому обратился в другую компанию, которая говорит на английском, где мне попроще. Есть даже компании, которые говорят на русском, но там говорят не очень интернет. Поэтому тут такая фишка, что что-то делаешь, да, и часто возникает вопрос именно общения. Самое интересное, когда я, как и в любой стране, есть люди, которые хорошо разговаривают, есть люди, которые плохо разговаривают на языке, да. И, соответственно, Испания тому не исключение. Есть люди, с которых я прекрасно понимаю испанцев, у нас с ними офигенное общение, все классно, все понятно. Иногда люди говорят, я их вообще понять не могу, чего они там говорят, потому что говорят по-разному. И к этому надо быть готовым, что для вас, чтобы все испанцы не выглядели, грубо говоря, людьми, которые все говорят хорошо на испанском, на великом литературном испанском языке. Это не так. Соответственно, ваша задача, ну, научиться, и самое главное, уметь переспрашивать, да. То есть, в принципе, я обычно говорю, мой испанский не очень хороший, да. Ребята, если я не понимаю, я говорю, давайте чуть помедленнее. Они медленно начинают говорить, иногда начинают быстрее говорить, вообще по-разному, опять же люди разные, ну, и тогда все получается очень здорово. Поэтому ваша задача к этому относиться спокойно и не бояться переспросить. Культурные развития вас могут очень сильно разочаровать. То есть, то, что для русского или украинца радость, то для испанца смерть. Допустим, ну, на простом примере, да, то есть, для нас может считаться где-то нормальным, где-то дать пятерочку, десяточку евро кому-то, да, чтобы он что-то сделал. Или шоколадку и так далее. У испанцев это немножко по-другому. И вот, то есть, даже вот в школе мы, когда у нас учительницы, по-моему, дарили какие-то конфеты, или что-то там вроде в школе, в младшем, в Максе, то что-то как-то, ну, была неоднозначная реакция. Вот. То есть, конечно, тоже и дарят, и собирают деньги, там, на подарок, и что-то это бывает. Что-то они такое рассказывали, я такого лично не встречал. Но смысл в другом. Смысл в том, что надо вот эти моменты, вот эти различия. Ветер. Ветер, ветер, уходи, уходи. Вот эти различия вам нужно понимать и знать их, и самое главное, не пытаться, как бы, перетянуть одеяло на себя. Не надо учить в чужой стране, как говорится, своему устам. Я думаю, это сам кажется. Поэтому имейте в виду, что культурные различия, это довольно большая часть, и она имеет место быть, и вам нужно максимально спокойно относиться к тому, что испанцы могут сделать вот такие вот круглые глаза и сказать, а что я здесь такое говоришь, а почему? Что еще может разочаровать вас в Испании? Зима. То есть, когда мы приезжаем летом в замечательную теплу страну под названием Испания, у вас офигенная температура, но, кстати, многим людям тоже не нравится. Здесь бывает, вот в Валенсии конкретно и южнее, конкретно летом очень жарко. Что такое очень жарко? Это столбик термометра 38 ночью и как бы днем там 45, и ты как бы, ну, тебе как бы не очень здорово. Вот поэтому надо это иметь в виду и важно принять это. А зимой? Зимой. Зимой бывает очень просто. Зимой бывает, что в квартире, да, с закрытыми окнами на улице 15 днем, ну, или 20, да, там, прям в обед, а ночью бывает 5, и дома около 15, и когда я вижу соседей в окнах, когда человек одевается в два халата и все такое, и как бы, все классно, вот, то, как бы я такой, типа, почему? Мы-то привыкли, что у нас центральное отопление, да, что у нас зимой тепло, а иногда так жарко, что окна открываем, а здесь окна зимой не открыть. Поэтому вот этот момент нужно тоже понимать, как вы будете себя обогревать. То есть многие к этому тупо не готовы, они говорят, ну, я же в Испанию приехал, но как мне, и мы говорим так, и наши знакомые говорят, они говорят, в Испании мы никогда так в жизни не мерзли. То есть мы жили, чтобы вы понимали, я из того места, где зимой минус 37, минус 35 и так далее. И как бы, ну, я знаю, что такое холодно, да, что такое реально холодно, когда Новый год встречаешь минус 42. Вот. А тут, как бы, вроде ты приехал в Испанию, она сильно южнее, почти экватор, и тут зимой ты мерзнешь дома. Что еще можно рассказать, что может разочаровать? Ваши соотечественники могут вас очень сильно разочаровать в Испании. Почему так? Как любой человек, который сюда приезжает, те же блогеры, которых мы вначале говорили, они пытаются на чем-то заработать. Я, слава богу, у нас есть работа с женой, мы не зарабатываем блогерством, очень многие почему-то так считают, что я блогер, потому что мне деньги какие-то идут. Ребята, никакие деньги мне не идут за блогерство. Блогерство максимум, что мне помогает, это найти клиентов на сайт и возможно отремонтировать ваш ноутбук или собрать вам компьютер. Это максимум, что мне помогает. Но я не оказываю услуг о перевозе людей, уже в каждом видео говорю. Люди не мебель. Есть специально обученные люди, миграционные эксперты и так далее. Надо общаться с ними. И, соответственно, многие люди завышают на какие-то услуги, стандартные услуги, завышают цены. То есть ремонт, допустим, квартиры стоит там 20 тысяч евро. Потому что стоит 70 тысяч евро. И люди спрашивают, а почему? И тут говорят, общайтесь на русском языке, это услуги переводчика. Но услуги переводчика не могут стоить 20 тысяч. Сами понимаете. Поэтому и возникает вот такая вот ситуация, что люди говорят, что наши обманывают. Но в основном, когда вы обращаетесь, допустим, к русскоязычному адвокату, вы платите ему в первую очередь не только как адвокату, но и переводчику. Потому что все-таки люди, которые живут здесь давно, из-за там больше 10 лет, которые толком знают язык, могут нормально общаться, в том числе с юридическими различными органами. Это все-таки опыт. И они его продают. Поэтому я не хочу их защищать, но я просто объясняю, что происходит на самом деле. Ребят, что еще может вас разочаровать в Испании? Это любители чего? Правильно, каннабиса. Соответственно, ну вот я сейчас просто прошел и как раз думаю, что меня разочаровывает в Испании? То, что люди повсеместно курят траву, и это в принципе напрягает. Да, то есть я считаю, что это неправильно. Люди некоторые говорят, там полезно для здоровья, еще что-то. Ну, ну чушь, конечно. То, что там помогает что-то. Что ты делаешь? Это видео начали с Сирии, когда не делаешь, а с какой отсутствует. У меня клинок растекающих темов не так сильно привлекает по сюжету. Как обычно бывает, я встречаю людей, которые мне задают одни и те же вопросы. Я не буду сегодня на них отвечать, я думаю, уже ответов предостаточно. только на канале. Но обычно одно и то же. Ребята, мы приехали, вот как бы живем как бы в нормальном днем месте, а ночью начинается какая-то адская жесть. Что они имеют в виду и подразумевают? Они подразумевают под этим, что ночью люди обычно цыганистого типа выносят колонки и начинается какой-то шабаш. То есть крики, какие-то визги. Громкая музыка, ладно, это понятно, да? Особенно летом. Вот многие видели, наверное, мем. как открываешь окно, а там собаки, пьяные соседи, там шум мотоциклов или этих реактивных самолетов. Ну, короче, есть все, но нет покоя. И при этом ночью ты открываешь окно, чтобы немножко впустить прохладу в дом, потому что целый день днем было жарко. И, в общем, вот такая вот беда. И я могу сказать, что это действительно так. И возникает это, естественно, не потому, что вы там что-то не так сделали. Это возникает лишь по одной причине, что у вас мало денег на съем нормального жилья. То есть, вам необходимо брать в нормальном районе нормальное место, где нет цыганей. Вот. Цыгане, как таковы, вам, в принципе, так вот, если этого касаться, тоже можно это как-то разочаровать. У нас, у меня были прецеденты с цыганями, лично у меня, да? Но это скорее из-за моего характера, ну вот, потому что, если бы я был менее импульсивным чуваком, ну вот, хотя не всякие это знают, что я бы все думаю, потому что я божий дуван, ну вот, но я бываю разным, как и все люди. Вот. Просто для основной массы людей я, естественно, божий дуван, да? Но жена, допустим, моя, которая прожила со мной больше 12 лет, она знает, что я вообще ни разу не божий дуван, и что я бываю редкостным какахом. Вот. Некоторые люди даже писали, что я почему-то не надо со мной общаться, я плохой чувак, и еще что-то. Если я людям говорю о том, что я не готов больше с ними общаться, вообще общаться, да, но они почему-то обижаются, говорят, что я высокомерный, там, ну, это не так. Просто поймите правильно, тоже я не могу уделять время очень много. Я могу три вопроса в неделю ответить коротко, или скинув видео, или как-то так. если нужно что-то больше, пишите, поговорим. Так вот, к чему я это все рассказывал? Потому что вам необходимо понять, что если вы выберете нормальный район с нормальной оплатой за аренду, то у вас не будет вот этой ночной суеты. И, соответственно, цыгане как таковые, это, понимаете, есть такое выражение, дураки как плохая погода. То есть, вот сейчас плохая погода, завтра будет солнце. завтра, наверное, тоже будет дождь по синоптикам. Но я им не верю. Они часто ошибаются. Вот. Я могу сказать, что, к сожалению, так устроена жизнь, что иногда нужно потерпеть. Иногда что-то идет не так, как вам надо, но если вы потерпите, то как бы все будет нормально. Субтитры сделал DimaTorzok и вот сейчас есть Израиль, есть Хамас, есть палестинцы. У нас здесь проходят демонстрации палестинцев, да, израильтян я пока не видел, вот, ну, потому что здесь меньше живет. Наши знакомые, допустим, из Израиля, которые здесь живут, они, естественно, поддерживают Израиль. Я не, в этом плане, я не знаю, там многовековая история двух народов, которые воюют друг с другом, и говорить о том, что там кто прав, кто не знает, я не знаю. Мне жалко просто людей с обеих сторон, вот, если вы спросите мое мнение. Так вот, так и здесь, собственно говоря, так и здесь. Если вы живете с цыганином, да, рядом, то, как бы, иногда стоит потерпеть, это же не навсегда, да, это первое. Второе, ну, надо чем-то платить, то есть, если вы не готовы оплатить хорошую квартиру, если у вас есть средства только на квартиру более простом, скажем так, крайне, менее витном, то, соответственно, вам придется немножечко потерпеть всю эту ситуацию и никуда от этого не деться. Ну, и самое главное, кто такие цыгане? Это, типа, латиносы, есть африканцы, но их мало, но они обычно, с ними не было никакой проблем, вот, и есть, соответственно, арабы. С арабами у наших вот знакомых там прям война, да, то есть, там уже дошло до того, что написали заявление в полицию, в общем, там все серьезно. Это не в плане того, что израильтяне хорошие люди, все, да, люди все разные, я просто не делю по национальности людей, вот, про Украину, Россию вообще рассказывать не буду, все и так все знают. Кто знает, видео на канале, есть видео, называется, о политике, там все высказано вдоль и поперек. Ну, и как обычно, я прошу вас немножечко помочь мне. Это очень просто. В описании, в прикрепленном комментарии, а также на вашем экране сверху будет кнопочка, под которой вы можете подписаться на наш замечательный художественный фильм. Кстати, Макс держит отражатель. Вот. И вы нам этим самым очень сильно поможете и продвините наш фильм. У нас уже совсем немножко осталось, чтобы нас было 200 подписчиков. Это будет для нас большой успех. Спасибо, что откликаетесь, и многие люди сейчас хотят мне помогать. Спасибо им на этом. Совсем темно уже, надо заканчивать, закругляться. Ребята, что я вам хочу сказать, что вас может в принципе разочаровать что угодно. Вот простой пример. стою я на остановке, жду я автобус. Передо мной стоят женщины из парки. Они стоят, втыкают. Останавливается автобус, который мой, я хочу зайти в дверь, потому что входят в начало, в начале, в одну, в первую дверь. И там оплачивают либо наличными, либо картой, либо проездным и так далее. Эти женщины стоят в общем и никуда не двигаются. Когда дверь открывается, водитель ее открывает. И после этого, после этого водитель закрывает дверь и уезжает. Ну вот как бы какие мои чувства по отношению к этим испанкам. И многие люди наши, они вот этого не понимают. То есть как можно встать посреди вот стоит толпа, человек 6 испанцев, они стоят посреди дороги на проходе, вокруг много людей, которые хотят пройти. И все испанцы стоят и ждут. Ты такой ээээ как бы можно пройти. Я обычно громко говорю пердон. Вот. И все такие и все отходят. А испанцы стоят молчат. Ну вот как бы вот все вот это такая тема. Поэтому имейте это ввиду. Я могу сказать, что в принципе ничего особо не разочаровывает. Потому что понятно, что в Испании классно в целом. Мы бы не оказались здесь и не жили бы здесь уже больше 5 лет, если бы не было так классно. Ну вы просто посмотрите на это, да, как чудесно в замечательной стране Испании Это, кстати, Пуссоль, офигеннейшее место Просто, ну как это можно не полюбить? Ребята, спасибо, что сегодня вы были со мной Надеюсь, эта информация вам поможет определиться и выбрать Испанию как место своего переезда и жизни А также подготовит почву или фундамент для того, чтобы вы здесь жили хорошо Всем спасибо, все на связи Ребята, не забывайте ставить лайк Всем пока! Ребята, не забывайте ставить лайк Ребята, не забывайте ставить лайк